С самого первого стиха начинает говорить апостол Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире Это касается как того, что мы читаем литературу или чьих-то мнений Так и того, что происходит, тех событий, которые случаются Например, разных событий чудесных Вот как об этом говорят святые отцы, объясняя Что именно значит испытывать духов От Бога ли они? Преподобный Иоанн Кассиан говорит, что для того, чтобы исполнить это заповедь Мы должны тщательно исследовать все то, что вошло в наши сердца Или предложен нам какой-либо догмат Исследовать, очищено ли это божественным небесным огнем Святого Духа Или принадлежит иудейскому суеверию Или происходит от надменности мирской философии И носит только личину благочестия Вообще, надо сказать, что это очень большая задача Которая стоит перед каждым человеком, который приходит в церковь в сознательном возрасте Из нашего доцерковного опыта мы очень много несем за собой Каких-то своих взглядов, устоявшихся, мнений, предпочтений, вкусов Этого всего очень-очень много 70 лет советской власти Конечно, даже знаете, и без советской власти Уже все-таки прошло 20 лет после советской власти Но люди, которые сейчас приходят в церковь Они и сейчас с собой приносят очень много того Что и без всякой советской власти К истине Христовой не имеет никакого отношения Здесь нужна мудрость, здесь нужно смирение Для того, чтобы видеть в сердце своем все то, что не относится к Евангелию И отсекать Если мы наблюдаем за собой, за сердцем Если мы поучаемся в Слове Божием То мы постепенно узнавая, Господь нам открывает И мы, сверяя с собой, видим, что вот это на самом деле, это нам не надо Не всегда бывает это само собой Иногда откуда вот всякие ереси происходят Именно вот отсюда Когда человек не хочет расставаться с тем, что в нем противоречит Слову Божьему Признавать Иисуса Христа значит, во-первых, признавать его таким, каким он был на самом деле А во-вторых, признавать то, чему он учил Если человек не признает то, чему учил Господь Иисус Христос Он не может сказать, что он признает Иисуса Христа Далее, что касается испытывания духов Стоит обратить внимание на слова преподобного Феодора Студита Он говорит, что бывают и ныне чудесные знамения, как мы слышим И неудивительно, ибо благодать духа, как тогда в древности действовала, так и ныне действует неоскудно Однако же, говорит преподобный Феодор Студит Не следует без разбора верить всему разносимому молвою Ибо многим еретикам и нарушителям заповедей Божьих, как в древности, так и ныне Попускалось и попускается творить похожее на чудеса Так что не следует таковыми чудесами увлекаться, но надлежит испытывать, истинные ли они ученики Господни По тем признакам, какие передал нам Господь По каким признакам мы можем? Сейчас это очень актуально, потому что как в древности, так и ныне Как во времена преподобного Феодора Студита, так и сейчас Происходят разные чудесные знамения или имеющие вид чудесных знамений Смотреть надо на суть Если люди, которые совершают эти знамения, они не верят в Христа Или если они говорят, что они верят в Христа, но не принадлежат к Его Церкви Или если они даже говорят, что они принадлежат к Его Церкви, но имеют в сердце ненависть К священному началью, или к священникам, или к другим людям То это все не от Бога Если эти люди исповедуют другую веру Если эти люди проповедуют не то, что проповедует Церковь Божия То какие бы чудеса они не совершали, это чудеса не от Бога В Священном Писании, в Ветхом Завете говорится, что даже если мертвого воскресит И будет при этом призывать тебя, иди поклонись вслед богов иных То даже в таком случае нельзя ему верить Потому что это Господь, дальше описывается, что это Господь попускает Для того, чтобы испытать вас Чтобы увидеть, к чему сердце ваше склонено И доверяете ли вы Богу, или доверяете вот этим внешним знаменем чудеса В втором стихе говорит апостол Иоанн Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога Об этом блаженный Феофилакт говорит, что исповедание пришествия Христова во плоти должно совершаться не на языке только, но и в делах Поступающий по обычаю человеческому не имеет Духа Христова А кто не имеет Духа Христова, то есть не живет по учению Христову, тот и не есть Христов Здесь тоже важно то, о чем мы говорили, то, что казалось бы само собой разумеющимся, но в действительности не всегда люди смотрят на это Многие люди думают, что ну не важно, как я живу, главное, вот я признаю, что я православный и значит все в порядке Или допустим, что не важно, что он раскольник, но главное, что вроде вера у него православная Если он не живет по учению Христа, и самое главное, почему раскольник не может быть православным? Именно потому, что он уходит в раскол от церкви под предлогом ненависти Эту ненависть он оправдывает любыми другими причинами Он понимает, что нет различия в вере Еретик, он хотя бы заблуждаясь, он думает, что есть различия в вере Раскольник же понимает, что нет различия в вере между ним и православными Но он, находя какую-либо другую причину для разделения, оправдывает этой причиной то, что он уходит из церкви То есть он какую-то причину, какую угодно, он ставит важнее единство тела Христова Что это значит? Это свидетельствует о том, что в человеке нет любви Это по раскольникам видно, по общению с любым раскольником Тем более это касается людей, которые живут во грехе Если люди говорят, что они творят от Бога чудеса, при этом совершают явные грехи Ну о чем тут можно говорить? Понятно, откуда это все происходит Далее апостол продолжает А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире Преподобный Иустин Попович говорит Всякий дух может быть или личностью, или учением, или идеей, или мыслью То есть видите, насколько широко понятие всякий дух Так что каждое учение, продолжает преподобный Иустин Каждая идея, каждая мысль, которая не признает, что Иисус есть Бог и Спаситель Происходит от Антихриста Что значит мысль, которая признает, что Иисус Христос не есть Спаситель Например, мысль о том, что можно спастись вне Церкви Это как раз такая мысль Когда люди говорят, что главное, чтобы человек был хороший Не важно, как он верит, во что он верит, к чему поклоняется Но если человек хороший, то неужели он после смерти не будет спасен Когда люди так говорят, они что значит? Они отвергают, что Иисус Христос есть Спаситель Потому что если спасение может быть без Христа Значит оно могло быть и до Христа Если и без Христа, и до Христа могло быть спасение Значит зачем Христос пришел? Он не Спаситель Если спасение может быть без него Не он значит нас спас А значит добрые дела нас могут спасать Когда люди говорят такое, они хулят Христа Об этом не я говорю, об этом говорит святитель Игнатий Брянчанинов Он говорил, что христиане, которые допускают возможность спасения без Христа Может быть невольно, но впадают в грех, тяжкий грех богохульства Далее продолжает преподобный Иустин Что человек в этом мире должен разрешить проблему Быть со Христом или быть против Него И каждый человек, желая того или не желая, решает эту проблему Или он будет христолюбцем или христоборцем Третьего не дано Об этом действительно о том, что выбор, который стоит перед нами Он очень однозначный и не допускает каких-то половинчатых позиций Об этом сам Господь говорит Кто не со мной, тот против меня Далее, что касается, что Антихрист уже в мире Что означают эти слова? Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что Антихрист в мире сейчас находится не самолично Но он находится здесь в лице лжепророков, лжиапостолов и еретиков Все лжепророки, все лжиапостолы, все еретики Они готовят его будущее пришествие Они готовят мир к пришествию Антихриста А сам Антихрист, это будет человек, как говорит Блаженный Феофилакт, как мы знаем изучение церкви Это будет человек, который будет носить в себе сатану Этот именно как сам в своей личности, он явится уже перед концом мира В четвертом стихе апостол Иоанн говорит Вы же от Бога дети и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире Здесь тоже апостол Иоанн напоминает о том, что нам нет причин унывать или бояться Вообще, страх по отношению к чему-либо, кроме Бога, дело греховное Если мы откроем последнюю главу книги Откровения, то мы увидим, что там написано Что боязливых же участь в озере огненном Человек, который испытывает страх по отношению к чему-либо, кроме Бога Показывает, что сердце его не предано Богу Когда мы сердце свое предаем Богу, то мы ничего не боимся Не испытываем никакого страха, ни перед чем Наш батюшка, отец Даниил, был таким человеком Сердце его было предано Богу, и он ничего не боялся, и никого не боялся Это было видно По нему все, кто его хотя бы немного знали, все это видели Кто обычно боится? Боятся гордые люди Человек самонадеянный, который надеется в своих силах Он уже прекрасно понимает в глубине души, что все-таки он может далеко не все Человек гордый возносит себя Это что значит? Значит, что он боится, что он падет А человеку смиренному, как преподобный Силуан говорил, ему некуда падать Потому что он уже себя поставил ниже всех, сердце свое Ему нечего бояться Господь сколько раз в Евангелии говорит Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, почему не бойтесь? Потому что Бог о нас заботится Если мы предаем сердца наши Богу, то Бог начинает заботиться о нас и о всех наших проблемах Здесь тоже напоминает, почему мы не должны бояться даже того, что Антихрист действует сейчас в мире Как действовал тогда, 2000 лет назад, во время того, как апостол Иоанн писал эти строки Именно потому, что победа уже свершилась Что Бог больше Антихриста Сильнее Антихриста Сильнее дьявола Они проигравшие, сколько бы они ни пытались что-то сделать Если мы с Богом, то мы победители Потому что Бог больше всего мира и сильнее всех Об этом вот, в частности, святитель Лев Великий, объясняя эти слова, говорит Когда дьявол со своими слугами строит козни То мир так терзается несчастливыми искушениями Что устремленного к высотам человека Либо неудачу гнетут, либо успехи вводят соблазн Но больше тот, кто с нами, чем тот, кто против нас И если мы имеем мир с Богом И всегда говорим всем сердцем Отцу, да будет воля твоя То не смогут слуги дьявола одержать верх Ни в одном сражении с нами И не смогут причинить нам вред Далее апостол Иоанн говорит Они от мира, потому и говорят по-мирски И мир их слушает Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас Кто не от Бога, тот не слушает нас Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения Здесь тоже апостол описывает все то, что мы видим и знаем и сейчас И среди нашего окружения, среди наших знакомых Особенно знакомых по прежней жизни, доцерковной Много есть людей, которые неплохие люди и интересные люди Но у которых вот все, что связано с истиной, не интересует То же самое и в больших масштабах действует Как, например, наши миссионеры Когда они выходят на уличную проповедь, обращаются к людям Что они видят, что они встречают Подавляющее большинство говорят, что нам это не интересно Это вот та реальность, которая есть в нашем мире Люди, которые мирские, они слушают тех, кто от мира Для них, у них свои авторитеты Кумиры, как они их сами называют И так далее Их они слушают, у них там множество почитателей, поклонников Ловят каждое слово и так далее А нас слушает меньшинство Нас, когда мы говорим, слово Божие имеется Именно потому, что нас слушают только те, которые от Бога Итак, вот апостол говорит по блаженному толкованию блаженного Феофилакта Он говорит Не скорбите, если многие вас презирают, а их принимают Ибо подобное стремится к подобному Они от мира и говорят мирское То есть учат плотским пожеланиям Почему и слушатели имеют таких же То есть развратные имеют развратных слушателей А мы, будучи от Бога, удалившись от мирских похотей Становимся для них неприятными Нас же слушает тот, кто живет целомудренно Далее апостол Иоанн говорит Возлюбленные, будем любить друг друга Потому что любовь от Бога И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога Преподобный Юстин Попович говорит о том, что любовь Делает человека трепещущим божественными силами Которые его преображают, возрождают в новую сущность В новое восприятие, в новую жизнь Так что в нем все мысли, все чувства и все дела Становятся от Бога И он знает Бога новым, реальным и убедительным путем Если человек не родится от Бога любовью Он не может знать Бога Тот же, кто не знает Бога, обычно и не признает его Здесь действительно видно то, что видно и в душах людей Которые отвергают Бога То, что все люди, которые не живут по вере Они все страдают от недостатка любви Им кажется, что они страдают от того, что их мало любят В действительности они страдают от того, что они сами мало кого любят Если же кого-то они любят, то редко это бывает Любовь чистая и жертвенная Если кого-то они любят, то эта любовь становится просто проявлением их любви к себе Их самолюбие В восьмом стихе апостол Иоанн говорит Кто не любит, тот не познал Бога Потому что Бог есть любовь Святой Григорий Богослов объясняет эти слова Говорит, что вот это наименование Любовь, оно угоднее Богу больше, чем любое другое имя Именно оно в большей степени объясняет того, каков есть Бог и кто Он Преподобный Ефрем Сирин говорит Бог есть любовь И что сделано без любви, то не угодно ему Итак, братья, ничего не будем предпочитать приобретению любви Ни о чем не станем столько стараться, как о сём Любовь – непобедимое оружие против дьявола Апостол Иоанн далее говорит Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Сына Своего Единородного Чтобы мы жили им Чтобы мы жили им, или чтобы мы получили жизнь через него Это, по словам преподобного Юстина Поповича, значит Чтобы мы жили со Христом и ради Христа А когда мы живем им Когда живем согласно Евангелию и Его Церкви Ведь в Церкви не только Его Евангелие, но и Сам Он Вот как раз то, о чем мы говорим Что Церковь неотделима от Христа, и Христос неотделим от Церкви И в Церкви именно поэтому мы можем получать и получаем опыт общения с Богом и опыт жизни с Богом Далее, в 10 стихе апостол продолжает, говоря «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» Священноисповедник Лука, воин Иосинецкий, так объясняет эти слова Он говорит, что «Святой апостол Христов открыл нам, что причиной смерти Иисусовой было умилостивление То есть великое милосердие к нам великого Бога, который есть любовь, Его снисхождение и всепрощение Не крови Сына Своего требовал Он для утоления гнева Своего на грешное человечество А кровь Христова привлась потому, что умилосердился, умилостивился над нами Бог Не для того нужна была жертва, чтобы умилостивился Бог А страшная жертва принесена Христом потому, что Бог умилосердился и смилостивился над нами Далее апостол продолжает Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга Преподобный Устин Попович говорит Мы должники любви Христовой, которой мы не заслуживаем И ради нее мы должны любить друг друга Это очень важная мысль, которая продолжает то, о чем мы говорили в прошлый раз Наша практическая любовь к ближнему Наша практическая любовь к тем людям, которые нас окружают Нередко бывает так, что человек не дает нам сам по себе поводов для любви А может быть даже и наоборот Некоторые говорят люди, что за что, за что его любить Что он мне сделал, и даже не то, что он мне сделал, чтобы я его любил Вообще человек относится ко мне враждебно, неприятен мне Вызывает отторжение Я не согласен с тем, как он поступает, с тем, как он говорит, что делает и так далее Чего ради, за что мне его любить Ну уже то, вот здесь апостол Иоанн говорит И преподобный Устин нам объясняет Уже то, ради того, то является достаточным поводом Что Бог нас возлюбил Причем не словами, а делами То, что он зашел на крест и пострадал, принял смерть за нас, вместо нас Он нас возлюбил, несмотря на то, что мы для него ничего не сделали И с нашими поступками, с нашими словами, делами Бог был не согласен И они ему были неугодны и неприятны И сами мы были для Бога чуждыми И в духовном смысле неприятными Потому что мы жили во грехе и были преданы греху А грех обезображивает, духовно обезображивает человека Вот как язвы обезображивают тело человека Бывают такие страшные язвы, что на них смотреть без содрогания невозможно Вот так же грехи обезображивают душу Мы этого и не видим Ангелы Божии и Бог, конечно же, видят Духовными очами это видно И вот, несмотря на все это Несмотря на то, что мы сами изуродовали себя грехами своими Противились Богу И прогневляли Его Несмотря на все это Господь проявил к нам любовь и возлюбил нас И поэтому уже этого достаточно, чтобы мы любили других Для того, чтобы нам показать себя достойными любви Божией Что это значит? Это то самое, о чем Господь говорит в своей притче Известная притча о человеке, который имел долг перед царем В десять тысяч талантов Огромный долг Когда Господь оказывает нам милосердие Он, как в этой притче царь Он ожидает, что мы будем поступать так же Если Он оказал к нам любовь То и мы должны оказывать эту любовь к другим Если мы недостойны были этой любви А Он ее к нам оказал Значит, и мы должны оказывать любовь К тем, кто этой любви по внешности ничем не заслуживает И ничем не достоин Уже то самое, что Он по отношению к нам так поступил Он нас обязал Вот как преподобный Устин говорит Мы стали должниками любви Христовой И далее преподобный Устин говорит Это новая любовь и новая заповедь о любви Новая, потому что любит человека Бог, несмотря на то, что он грешен Новая, потому что не убивает грешника по причине греха Но убивает грех и спасает грешника Поэтому она стала первой обязанностью христиан Что, выполняя ее, мы продолжаем богочеловеческое дело спасения людей Видите, как высоко дело любви Любовь, когда мы любим того, кто рядом с нами Даже, может быть, вопреки его словам или действиям Мы становимся проводниками любви Божией Мы действительно, и в нас люди начинают видеть Образ и подобие Божие Потому что мы уподобляемся Богу в этой любви О том, как любить того, кто нашей любви сам по себе Может быть, не заслужил Или, может быть, даже являлся к нам неприятным И враждебно настроенным человеком об этом Как я уже говорил, но на всякий случай напомню Об этом хорошо говорил преподобный В России оптинский Если ты не чувствуешь сердце своей любви к кому-то Делай дела, как будто бы ты чувствуешь эту любовь И Господь даст тебе любовь в сердце свое Спасение, говорит преподобный Юстин Попович Состоит в продолжении любви Христовой Через людей, которые верят в Него И далее апостол Иоанн продолжает Бога никто никогда не видел Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает И любовь Его совершенно есть в нас Преподобный Юстин говорит Любовь вводит Бога в душу И она всегда живет им И таким образом видит Бога, который иначе невидим Невидимый Бог через любовь становится воплощенным и видимым Любовь переносит любящего в любимого Воплощает одного в другом Их жизни становится одной Их душа одной Их сердца одним Они чувствуют себя одним Хотя и остаются двумя раздельными личностями И это действует для всех членов церкви Об этом написано Что в книге Деяния апостольских Что у множества уверовавших было одно сердце и одна душа И все у них было общее Далее апостол Иоанн говорит Что мы пребываем в нем и он в нас Узнаем из того, что он дал нам от Духа Святого И мы видим и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру Далее говорится Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий В том пребывает Бог и Он в Боге Если мы исповедуем, что Иисус Христос есть Сын Божий Мы уже привлекаем в сердце Свою благодать Божию Поэтому так важна вера Истинная, неповрежденная вера Это не просто дело нашего ума Но дело всего нашего естества И наших отношений с Богом В том числе и духовное делание Поэтому и символ веры, например Тоже есть не просто выражение нашего образа мыслей Но это тоже есть часть нашего богослужения Это тоже есть особый род молитвы Наше исповедание перед Богом Поэтому мне говорили тоже и монахи, например Что при очень тяжелых обстоятельствах При особых нападках лукавого При больших скорбях Чтение символа веры помогает Именно в силу этого Что исповедание Сына Божия Исповедание той истины, которую Господь нам открыл Оно само по себе помогает нам соединиться с Богом Когда мы соединяемся с Богом То все наши проблемы, все наши сложности И все наши скорби и горести Они отходят от нашего сердца И из нашей жизни уходят Здесь также святитель Феофан Затворник Толкуя это говорит, что Все дело в исповедании Господа Иисуса Христа Сыном Божиим и Богом И как же после этого можно говорить верою как хочешь Святитель Феофан Затворник говорит, что Невозможно, как некоторые люди в его время говорили И сейчас такие есть, что вот неважно, как верить Главное, живи хорошо, делай правильные дела Это не так И здесь как раз вот это показывает апостол в Священном Писании Что не просто кто делает хорошие дела Но кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий В том пребывает Бог И Он пребывает в Боге Блаженный Августин опять же напоминает нам все то же О чем нам неоднократно напоминали святые отцы Что исповедовать значит не только исповедовать словом Но исповедовать и делом Исповедовать не только языком, но и жизнью исповедовать Многие говорят словами исповедуют, а делами отрицают У христиан не должно быть так Что значит делами исповедовать, что Иисус есть Сын Божий Это значит в делах своих руководствоваться Евангелием И если Иисус есть Сын Божий Значит то, что Он нам сказал, это истина И мы должны это исполнять Если же мы не исполняем этого в жизни своей Значит мы не верим, что Иисус есть Сын Божий Далее в 16 стихе говорится И мы познали любовь, которую Бог имеет к нам И уверовали в нее Бог есть любовь И пребывающий в любви пребывает в Боге И Бог в нем Это тоже очень известный и знаменитый стих Где говорится о том, что Бог есть любовь И кто, кто пребывает в любви, пребывает в Боге Святитель Григорий двое слов говорит Что кто чистым сердцем стремится к Богу Тот подлинно уже имеет того, кого любит Ибо никто не мог бы любить Бога Если бы не имел того, кого любит Святитель Василий Великий говорит Что как Бог всем дает возможность Равно приобщаться света Так и подражатели Божии Да изливают на всех общий луч любви Ибо где оскудевает любовь Там непременно на место ее входит ненависть А если Бог есть любовь То ненависть есть дьявол Поэтому имеющий любовь имеет в себе Бога Так и имеющий ненависть питает в себе дьявола Преподобный Ефрем Сирин говорит Блажен человек, в котором есть любовь Божия Потому что носит он в себе Бога В ком любовь тот вместе с Богом превыше всего И далее Вот как раз далее преподобный Ефрем Сирин Отвечает на тот вопрос, который мы рассматривали и в прошлый раз Как определить, что в сердце нашем есть любовь Или в сердце нашем нет любви Преподобный Ефрем говорит В ком любовь тот не боится Далее он говорит Ни кем никогда не гнушается Ни перед кем не превозносится Ни на кого сам не наговаривает И от наговаривающих отвращает слух Очень важный пункт, который редко кто из нас соблюдает Когда человек начинает стараться бороться Все со своим с грехом осуждения То это проходит несколько стадий Сначала он просто старается не говорить чего-то Что могло бы быть осуждением другого Это понятно, это очевидно Дальше человек, который старается бороться с осуждением Он что в своем сердце видит? Неполезно слушать, когда тебе говорят Что Василий Иванов лжец Или Василий Иванов солгал Когда тебе это говорят То даже если ты не соглашаешься с этим Не говоришь да, да, ведь действительно так Но даже если ты сидишь и молчишь при этом То уже тем самым ты способствуешь тому Чтобы человек дальше тебе все это рассказывал И способствуешь в нем греху осуждения Способствуешь его распространению Поэтому конечно очень важно Поставить свои отношения с другими людьми О том, чтобы не было вот этой привычки Рассказывать друг другу про чьи-то грехи Даже если мы сами не рассказываем другим Чтобы и не слушать про чьи-то грехи Это так сразу, что вот мне это не даже полезно Я не хочу об этом говорить У меня своих грехов много, мне других дела нет Поэтому тоже важный принцип Что тот, кто любит, он от наговаривающих отвращает слух И это милость не только по отношению к нам Но и по отношению к тем людям, которые нам говорят То, что мы их грех ограничиваем Он уже не делает греха так, как сделал бы, если бы мы потакали ему При этом мы его и не обличаем Но мы просто уклоняемся Как он говорит, что от наговаривающих отвращают слух Просто мне это не интересно Я об этом не хочу думать Давай поговорим о чем-то другом и так далее Далее Не соперничает Это все признак того, в ком есть любовь Не завидует Не радуется падению других Не чернит падшего Но соболезнуют о нем И принимает в нем участие Здесь тоже очень важный критерий И очень простой и доходчивый Что значит не чернит падшего Когда мы узнаем, что кто-то впал в грех Совершил тяжкий грех Какие в нашем сердце мысли Какое первое наше движение Какие движения сердечные мы принимаем Если, допустим, мы видим, что человек, которого мы любим Или человек, которого мы знаем Если он упадет или согрешит Если мы его действительно любим Мы же тоже отнесемся к нему милосердно Вот именно так, как он говорит Что не чернит падшего Но соболезнуют о нем И принимает в нем участие Как можно принять участие Если мы видим, что человек упал Ему нужна наша помощь моральная Или физическая Мы ее оказываем Если это человек, которого мы не знаем Но мы просто услышали о нем Помолиться Господь, чтобы Господь помог, помиловал его Молитва очень хорошо помогает Отсекать дурные движения сердца И дурные помыслы Не вступая в них И в рассмотрение Сразу же помолиться И очень много может помочь Далее Не презирает брата в нужде Но заступается и готов умереть за него Это тоже очень вполне практическая вещь И далее Наконец В ком любовь тот исполняет волю Божию Преподобный Ефрем Сирид Это то, о чем мы говорили на прошлых встречах Неоднократно О чем говорится Как Господь сказал Если любите меня Заповеди мои соблюдите Далее В 17 стихе говорится Любовь до того совершенства достигает в нас Что мы имеем дерзновение в день суда Потому что каков он Таковы и мы в этом мире Любовью к ближним Бескорыстной Любовью ради Христа к ближним Мы уподобляемся Богу И становимся так подобными ему Преподобный Устин Попович говорит Любовь не только изгоняет всякий грех из нас Но и дает нам свободу не бояться страшного суда Да, мы находимся в мире зла и греха Но не боимся ни зла, ни греха Потому что живем во Христе Он тот, кто в нас и для нас побеждает всякое зло Жизнь Господа образец для нашей жизни в этом мире Хотя святой Иоанн Богослов написал это уже после вознесения Спасителя на небо Он использует настоящее время Он говорит Он есть Здесь святой нам открывает великое таинство Что Господь наш Иисус Христос Пребывает непрерывно в этом мире с церковью Он пребывает и с каждым членом церкви на протяжении всех веков Он, Христос, оставил нам всего себя в церкви И постоянно дает себя Особенно посредством священного таинства Евхаристии И через святые добродетели Он дает нам всего себя Чтобы могли и мы жить в этом мире Согласно тому, как Он жил В любви нет страха Но совершенная любовь изгоняет страх Потому что в страхе есть мучения Боящихся же несовершенен в любви Тоже очень важный стих, который многие святые отцы затрагивают Мы уже говорили о том Что всякий страх не перед Богом Это страх греховный Страх перед Богом Это страх не греховный Это страх блаженный и верный Страх перед Богом Это, как часто говорят Страх обидеть Бога, оскорбить Бога Своими негодными поступками Без страха Божия Невозможно начало духовной жизни Но если духовная жизнь проходит правильно Вот по всем ступеням То, как святые отцы говорят В ее завершении уже Любовь заполняет всего человека Так что для страха не остается никакого места Преподобный Максим Исповедник говорит Что почему здесь страх Он является признаком несовершенства Потому что тот, кто боится Бога как судью Боится его вследствие того Что совесть его нечиста Если же, когда удается очистить совесть Когда совесть чиста Тогда уже не остается места для страха Перед Богом, как перед судьей Вот, хотя Остается, конечно, страх как перед отцом Страх именно как сторона любви То есть страх обидеть, страх оскорбить Блаженный диадох фатикийский говорит Никто не может любить Бога от всего сердца Не очистив и не смягчив сердце Прежде действием страха Божия Так что страх есть принадлежность праведных Только еще очищаемых То есть тех праведных, которые на пути очищения сердца Очищения совести стоят В которых качествует средняя мера любви То есть любовь в среднюю степень Совершенная любовь Есть принадлежность уже очищенных В которых нет страха Далее апостол говорит Мы любим его, потому что он прежде возлюбил нас Преподобный Никодим Святогорец объясняет Говоря Он возлюбил нас той любовью, какой любит самого себя Самым ясным доказательством его любви к нам является то Что он жертвой сына своего освободил нас от скорбей ада И вместо них даровал нам счастье своего царства В последних стихах этой главы апостол Иоанн говорит Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец Апостол Иоанн снова повторяет ту истину, которую повторял и в предыдущих главах Ибо не любящий брата своего, которого видел Как может любить Бога, которого не видел? А мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего Преподобный Иустин по поводу говорит, что так сказал апостол Потому что в любви к ближнему скрывается учение, как должно достигать любви к Богу Итак, братья, давайте любить того, кто подли нас Дабы иметь возможность достигнуть любви к тому, кто выше нас Любовь ко Христу разветвляется на любовь к ближнему Любовь к истине, любовь к святости, любовь к миру Любовь к миру не в греховном смысле слова И не к миру в смысле создания А любовь к миру как к состоянию души, к покою Любовь к чистоте, любовь ко всему божественному Любовь ко всему бессмертному и вечному Все эти виды любви божественны, святы и вечны Потому что корень их божественен, свят и вечен И корень этот – любовь ко Христу Все эти виды любви являются естественным проявлением любви ко Христу Христос есть Богу-человек И любовь к Нему означает всегда Любовь к Богу и любовь к человеку Любовь к Богу проявляется В любви к человеку Как к Богу подобному существу То есть как к своему одухотворенному брату На этом мы сегодня закончим Поскольку мне нужно раньше освободиться Давайте помолимся